всем привет большой и я уже показывала как я получала вот это вот орхидей кум фаленопсис эквестрия от нейтив и у нее так у нее сейчас отодвину так шикарнейшая бородища корней я ее здесь в водичке чистенькая отмачивала чтобы корешки напились и стали эластичными я их не сломала при посадке и я долго думала куда их посадить и все-таки вспомнила что у меня есть вот такая штука а вообще я хотела на нее и скажем так в нее посадить свои пилоричные эквестрии свои дубли хотела наполнить это все корой и посадить внутрь и сверху но пока я мялась мялась думала подожду там время получше выбрать я получила этот эквестрис и поняла что его корнище больше никуда не влезут нормально но одинокий голубь как-то мне не очень нравился варианте что только здесь а вот тут все голая и я решила взять несколько своих blue липов некрупных вот детка с рук у меня есть вот такой вот есть миниатюрный blue липчик вот такой вот у меня есть маленький еще blue липчик с деткой от разных поставщиков и я хочу это все теперь организовать я надеюсь будет интересно я надеюсь получится классно и я надеюсь что они будут действительно хорошо расти в этом все и так тут на самом деле труба с двумя такими выемками я как-то думала ее распилить пополам но пилить не буду так она вот так примерно стоит можно вот так можно вот так но наверное все будет выглядеть именно вот так посмотрим это будет очень интересно это может быть очень долго я не обещаю что у меня получится быстро потому что я хочу сделать все сейчас подвину чуть-чуть вот так все действительно аккуратно и не повредить всю эту бороду а а зараза крутится и не дает мне нормально это все туда поместить так и это видео из серии все в один дубль потому что я же не буду потом это все вытряхивать и заново запихивать и так до бесконечности поэтому поэтому извините за оговорки местами возможно будут не очень удачные склейки при монтаже если он будет я все таки надеюсь это все сделать так в одно видео без резки склейки и затянутости ох так аккуратненько там это все пальчиками перебираю когда просовываю ой волнительно волнительно так 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 глубже хочу глубже вот так хочу да вот вот отлично у меня получилось разместить я прям вот сейчас очень довольна и все там целенькое внутри ничего там не хрустнуло так ох хорошо нравится мне нравится что получается хотя наверное я сейчас даже не знаю надо попробовать может прерваться и сделать все таки небольшие дырочки для посадки остальных потому что я не хочу их просто сверху приматывать как на блок на так запомнили момент вот так хорошо получилось и сейчас все таки прервусь и попробую сделать нужные мне дырочки ну что ж я снова с вами я сделала дырочки заняло это на самом деле очень мало времени очень быстро и теперь у меня мысль ну почему же ты решила это не снимать потому что я действительно что это будет очень очень долго вот таким своим секатором я проделала вот такие вот дырочки очень податливое дерево очень все классно и быстро пошло единственное что нужно быть аккуратным потому что оно и к тому же ломкая и ты вроде бы вырезаешь маленький кусочек а вы ломать можно огромный дырки получилось две третья здесь ну действительно лишняя поэтому в посадку пойдет только два эквестрица блулипа и теперь я просто теряюсь в догадках кто но я думаю что вот этот с деткой кого вот такая вот корневая не очень пойдет сюда и будет разрастаться так и вот так вот замечательно все туда поместилось детка сверху так я придумаю чтобы она еще была немножко поустойчивее под добавлю кое-чего и даже вот не знаю наверное детку детки они более податливые более адаптивные что ли в общем она мне кажется лучше и легче все перенесет и тут вот есть растущий корешочек даже не один поэтому мы сейчас тоже с влажными корешочками аккуратненько поместим и мне теперь нужно еще одна такая штука такая труба чтобы посадить туда других которых я рассчитывала посадить это у меня остались вот маленькие кусочки я буду пытаться вот здесь вот немножко прикрыть так и что ж так бирочки это от детки это от вот этого товарища вот здесь положим так так и бирка от этого волнительно-волнительно итак засыпаем кору я думаю что вам будет не очень интересно смотреть как я засыпаю кору и это будет долгий процесс поэтому тут опять-таки прервемся чтобы не затягивать видео покажу вам уже когда засыплю все так я вернулась и вот что у меня в итоге получилось а работа по запихиванию коры не сложная но очень долгая муторная кропотливая просовывать через маленькую дырочку вот так вот аккуратненько пальчиком чтобы закрепить чтобы что-то досыпать там подвигать вот подобрать размер коры но вот что получилось а вот здесь если видите я закрыла дырочку кусочком от этого блока с этой стороны тоже очень не очень плотненько но не очень вошел что-то не хочет наводиться вот вот этот кусочек коры так от этого же блока он тут подпер другим таким же он я же засомневалась когда трогала кажется что он ходит но нет он не ходит он просто мягенький вот он прекрасно держится дополнительной фиксации не требует так а вот здесь у меня есть маленькие кусочки блоков таких же пробковых и я насыпав кору подобрала кусочки которые вот хорошо вошли нижние вот здесь вот вообще хорошо вошел плотненько вот этот пошатывается я его хочу на время сейчас закреплю ниточкой или проволочкой подумаю закреплю и он какое-то время по будет закреплен и потом обрастет скорее всего корнями которые уже сами будут его намертво держать а значит сразу давайте предвосхищая вопросы так света чуть-чуть надо добавить предвосхищая вопросы скажу что я не боюсь такую посадку потому что у меня в этой посадке уже есть опыт если бы я не сажала подобным образом уже в подобные горшочки я бы не стала так экспериментировать но так как у меня уже есть такие посадки и я точно знаю что они крайне сухие я не боялась наполнять внутри эту деревяшечку корой полностью корой и я вам честно скажу летом я буду кусать себя за локти и говорить что ж ты не положила туда мха потому что это капец как быстро просыхает но лучше уж быстро просыхает и дополнительно полью чем зимой она будет слишком все-таки влажная а дальше как я буду пересаживать подобные посадки не пересаживаются то есть если вы их делаете то это вот до того момента как эти орхидеи просто разобьют корнями это сама конструкция развалится в плане испортится сама деревяшечка но это пробковый дуб как показала практика достаточно долговечный не особо его может что-то взять дальше предвосхищая вопросу скажу так что скорее всего в первые 1-2 месяца немного с непривычки потому что будет им по суше потеряют они тургор тут тургорчик немножко потерян после дороги такое немножко вяленькие местами но это нормально так какие еще у вас возникнут вопросы полив ну мне в плане полива легче потому что я поливаю из распрыскивателя поверху поэтому тут у меня вопросов нету стоять будет в моих стеллажах оранжерейках со всеми эквестерисами вот такая красота и у меня уже в общем то намечается целая полочка вот таких посадок в пробковый дуб это очень интересно и я очень рада что я нашла эту посадку потому что блоки для меня не вариант а я очень люблю вот эти вот вариации когда блок заплетены корнями и я рада что я нашла вот такую посадку и тоже надеюсь что корни будут вылазить и оплетать что насчет струхнувшей внутри коры которую я засыпала вот такую да она будет постепенно там портится разлагаться она в принципе легко будет вытрушена при необходимости сбоку да я выму просто вот эти вот затычки и смогу вытрусить но как показала опять-таки некоторая практика и некоторый опыт эта кора очень хорошо у меня держится 2 года она целая остается я пересаживаю орхидеи а кора вот прям как новая плюс я не сильно любитель заливать поэтому она у меня там не будет подгнивать плюс опять-таки очень дышащий вариант и хорошо будет просыхать по самому горшочку есть природные дырочки трещинки которые тоже будет дополнительная вентиляция конечно же я буду показывать периодически не думаю что раз в месяц но периодически буду вам показывать орхидеи в этой посадке потому что мне самой интересно как они развиваются и на видео легче это проследить ну и я думаю многим будет интересно тоже посмотреть и ох чувствую будут моменты переживания когда немножко погрустнеет листья после такой посадки но ничего этот процесс надо пройти что ж вот такой результат вот так немножко сразу на ваши вопросы ответила надеюсь вам будет интересно потому что мне лично очень интересно и мне очень нравится и вот прям тянет меня на эксперимент и это всегда обязательно не мои несчастные эквестрицы вот не везет вам также кстати за развитием вот этого товарища можно следить в инстаграм и фб ссылочки будут в описании под видео я скорее всего буду делать фотографии выкладывать какие-то описания но не буду снимать видео потому что это будет сильно коротко и вот эти вот двухминутные перебежечки не знаю мне не очень нравится поэтому вот следите заходите подписывайтесь пишите комментарии пишите что вас заинтересовало или может возмутило в этой посадке как бы вы сделали что вы вообще думаете и подписывайтесь на канал жмите на колокольчик смотрите мои видео делитесь ими с друзьями всем солнечных дней пышных цветений пока пока